Еще одна очень важная вещь, чуть не забыл. У нас много предикторов, поэтому все эти предикторы должны быть по возможности качественные, то есть наполненные. Следует проверить по описательной статистике все предикторы. Я запустил описательную статистику по всем предикторам, перенес табличку в Excel, транспонировал ее, вот valid missing и вот missing. Сделал фильтр по missing и проверил, что у меня есть missing, переменная, в которой число missing 45973, то есть очень много missing. Я эту переменную нашел, из массива удалил, с этой переменной работать было невозможно. Теперь можно приступать к логистической регрессии. Итак, зависимая перемена у нас лихотомическая, поэтому binary logistic. Требование к зависимой переменной очень простое, она должна быть в идеале равномерно распределена, то есть по равну yes и no. В нашем случае, к сожалению, распределение неравномерное, у нас примерно в 5 раз больше нечленов профсоюза по сравнению с числом членов профсоюза. Поэтому, скорее всего, это приведет к не очень хорошему R-квадрату. Помещаю все предикторы в рабочее окно, внизу находятся зависимые переменные, помещаю, выбираю метод backward-wild, на мой взгляд, оптимальный метод работы с предикторами в логистической регрессии. Задаю снова уровень отбора предикторов, то есть должны оставаться в модели предикторы, у которых significance меньше 0,05. Меняю entry, чтобы он был поменьше. Пока что оставляю число итераций. Надо будет потом проверить, что числа итераций хватает. Числа итераций хватает. Нажимаю ОК. Даже при том, что по всем предикторам количество миссингов не превышает 20 тысяч, в силу их пересечения оказалось, что всего лишь 1380 респондентов участвовало в построении модели. То есть у 1380 респондентов нет миссингов ни по одному предиктору. Также мы можем видеть предупреждение SPSS, к которому надо очень внимательно отнестись. Он сообщает о том, что есть избыточные переменные.